привет youtube привет мои старые и новые подписчики в этом видеоролике я подвожу итоги youtube и мне хочется поговорить про навального и золотов помните то знаменитое видео обращение золото к навальному добрый день господин навальный к сожалению не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог потому что находился в командировке но дело это сразу по возвращению как говорится лучше поздно чем никогда и помните то видео где навальный отвечает золотову добрый день генерал золотов к сожалению не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог поскольку 50 суток сидел под арестом но делаю это сразу по возвращении за весь год то что я видел в ю тубе я много чего видел в ю тубе много чего было интересного много чего было такого прикольного вирусного много что изменилось в ю тубе но что для меня в русском ю тубе осталось интересным до конца года уже это навальный против золотова обычно когда я смотрю какие-то конфликты в русском ю тубе обычно там хованский ларин там какой-нибудь оксимирон против гнойного там в 2017 году умная страна славы как его поездка полгода назад на пхукет а тут уже золотов против навального короче когда навальный ответил золотова то он просто раздавил золотова потому что навального в тот момент все поддержали то есть его аудитория даже критики и известные люди поддержали в этой стопроцентной победе над золотовым потому что люди в россии и те кто люди смотрят навального они его поддерживают потому что по крайней мере он просто борется с коррупцией в россии но золотов он до сих пор остается человек ну так можно за человек или по его званием погонам по его фуражке у человека у которого очень большая власть большая власть вы понимаете кто такой навальный а кто такой золотов то есть почитайте просто википедию что из себя прибыль ну составляет в общем золотов это один из приближенных людей путина но когда золотов загрузил ролик или его кто-то попросил или он сам золотов должен был понимать что для youtube он никто он просто пустое место потому что youtube уже диктует свои правила здесь много очень хейтеров критики тебя просто здесь растопчет просто для youtube это никто тебе нужно добиться здесь других целей типа нужно быть филипп киркором и читать рэп с тимати цвет настроение черный тогда тебя здесь полюбит в ю тубе ну как то так это работает а когда ты начинаешь детям основном youtube смотрят же дети не взрослые люди если даже они смотрят то обычно они тоже начинают кого-то ненавидит youtube в целом это критика я не люблю критику в ю тубе но таковы правила ю туба вот некоторые правила из года в год в ю тубе не меняется я думаю вы прекрасно понимаете о чем я говорю критики вот но так к чему же я хотел сказать золов не должен был загружать ролик в youtube если он бы загрузил то есть сделал бы прямое видеообращение по первому балтийскому по ртр и по другим крупным телевизионным каналам то это бы взял бы какой-то другой масштаб и людям было бы интересно посмотреть почему золото в такой недовольный навальным добрый день господин навальный к сожалению не смог сразу ответить на ваш обличительный монолог потому что находился в командировке вы делаете сразу по возвращению как говорится лучше поздно чем никогда вот о чем я подумал почему надо было загружать youtube ведь они прекрасно понимали что здесь вас все равно обосрут типа вот но в этом есть наверное интерес что когда ты куда-то идешь в другую тусу ты начинаешь себя чувствовать все равно как-то вне своей тарелки вот поэтому нужно было как-то золотову просто сделать прямую трансляцию по какому-то первым балтийскому по ртр я считаю это было намного бы еще интереснее тогда аудитория бы оценила вот это вот видеообращение золотову к навальному знаете о чем я еще подумал вот когда смотрел видеообращение золотова ведь он мог бы сделать более масштабное видеообращение к навальному то есть он мог бы обратиться ко всей стране ко всей россии сказать что навальны это враг народа номер один но как знаете в тех фильмах военных когда один генерал против одного там героя который борется с коррупцией в любой стране вот другой вопрос зачем это делать на всю страну но просто пофантазируйте возможно что в будущем это могло бы изменить просто информационную войну за которую там воюют миллион-миллион хакеров и простых граждан своей страны добрый день господин наладим к сожалению не смог сразу 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 на вашу обличительную налогу потому что находился в комендировке но дело это сразу после расчета как говорится лучше поздно чем никогда я бы не стал с вами разговаривать если вы были бы человеком с улицами но здесь безусловно побеждает навальна потому что интернет поддерживает навального чем золотова которого никто раньше не знал вот я думаю вам нужно еще раз пересмотреть видео обращение золотова видео обращение ну то есть ответ навального золотова и посмотреть уже последний ролик золотова где он уже еще раз обращается к навальному и я уверен как бы я уверен в том что этот конфликт еще не закончится то есть противостояние противостояние золотова против навального вот это лишь ну я бы сказал мои итоги года и мое видение вот за 2018 год но кроме золотова навального много чего другого происходило в ютубе но я решил подвести именно вот так итоги года в ютубе 2018 и завтра новый год а если в этот ролик посмотрите 1 января или в 2019 году то всех поздравляю уже с наступившим или уже с наступающими